В следующем занятии речь пойдет о циклах, а давайте напишем простой пример этого чудесного действия. Напишем макрос, дадим переменную. Потому что циклы у нас не могут быть не целыми числами, и вряд ли кому понадобится делать их больше 33 тысяч раз. Теперь ключевое слово for i, то есть для цикла i равно с шестой строки, он начинает от 6 до 26. Получается с 6 по 26. И внизу пишем ключевое слово next i, то есть это количество раз изменения цикла. Теперь давайте предположим, что нам необходимо для ячейки cells i, получается 3, вывести значение cells i2 плюс 100. Вот таким образом ячейку i3 с ячейки i2 плюс 100 будет выводиться значение. Если мы пошагово начнем выполнять макрос, видим, что у нас начинается записываться выражение плюс 100 к первому столбцу. Также мы можем сделать обратный порядок, то есть от 26 до 6, указав параметр step. Step это получается шаг. Step минус 1. По умолчанию он плюс 1, поэтому в нестандартных случаях нам необходимо использовать значение отрицательного. Этого все очистим. И перейдем еще разок, запустим машерс пошагово. Видим, да, с нижнего, то есть в обратную сторону. Соответственно, также можно заполнять и по столбцам. Когда цикл закончится, макрос у нас выполнится и остановится. Когда нам необходимо заполнять не по строкам, а по столбцам, соответственно, i мы пишем в значение столбца. И он пойдет вправо. То же самое и тут. До свидания. Продолжение следует...